всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня вновь по наставлениям антония великого очередной ролик я запишу а вы послушайте называется он путь богу уподобления или я его назвал это на значке а в названии восхождение к богоподобию через возрастание души в добре ну или любви что одно и то же доброта или любовь сегодня такое видео на самом деле ничего нового это следом идет вы помните предыдущих то последовательно смотрит мои видео это почему нет святых потому что нет решимости на самом деле можно было записать один ролик он правда получилось бы побольше потому что побольше почитали бы не мы в прошлом видео вот в этом на сороковое наставление антония размышляли с вами да так скажем назидались но там есть серафима саровского вспоминал сегодня мы с вами еще раз помню даже сегодня еще раз их прочтем вот и я просто сегодня решила не полениться и все таки наставление антония великого решил рассортировать и у нас с вами осталось по нему всего пять видео включая сегодняшние потому что как вы заметили я надеюсь вы внимательны очень доктор к тому что вы слышите и у антония в принципе не так много тем по крайней мере в наставлениях вокруг которых он ходит ну или по крайней мере важных тем да и по крайней мере те которые я выделил да это свобода дела добрый да грех вот путь богопознания ну и он умный это и добрый человек это одно и то же да безумец значит злой глупец вот и вот мы нам с вами осталось пять видео включая сегодняшние я всех какие хотел подсобрал потому что на чем каким сказал даже сегодняшний ролик по сути про вторая часть предыдущего крайнего видео на моем канале которую только что на экране тоже видели может найти в описании кто последует смотрит тоже просто плейлисте проповеди вы их найдете вот потому что они все одинаковые я время не поленил все-таки решил сгруппировать чтобы тысячу роликов не записывать действительно да и порой знаете когда в одном видео все-таки так симфония как ее можно называть знаете так обычно называют это когда ты что-то эссенцию тоже есть такое слово то есть какой собираешь самые самые важные самые выжимки есть такое слово да это тоже очень важно это порой на нас действует ну более так эффективно да ну давайте прочитаем 120 сочетаем с вами 124 и 126 наставление и получается видите может быть кто-то заметил на сорокового сразу так далеко прыгнули или именно потому что я решил их все-таки прогруппировать и по-своему выстроить все пять видео я всегда стараюсь знаете какие-то темы тянуть и даже вот если уже запланировал пять видео все-таки думал у кого какая очередность может быть какое-то что там дорисует картинку знаете ведь рисует картину тоже правильно сначала там общие формы да потом общие краски потом нюансы все черточки здесь тоже самое поэтому если есть возможность я стараюсь как-то и такими вещами для тех кто последует допустим слушать чтобы это как какой-то тоже эффект еще может быть тоже возымело вот поэтому тоже и мы с вами поэтому читаем сегодня 100 до 4 и рядышком 126 они практически тоже вот одинаковые да ну и вспомним сороковое наставление и то видео о чем мы в нем говорили вы увидите что это сегодня очень все одинаково да и так 124 наставление святого преподобного антония великого но и очень когда-то любимого да и до сих пор да о доброй жизни и нравственной святой жизни о святой жизни доброй нравственности вот мне просто видите на сайте неполное здесь название я по памяти вспоминаю настоящий человек есть тот кто понял что такое тело а именно ну под телом он производит эту внешнюю огрубевшую кожаную животного того животного который убил адам с евой одежду которые мы это тело которое мы имеем да у нас есть тело духовное да это тело тело нашей души да то что душа она тоже не невидима человек но всегда видим да даже когда он выходит из тела как видны ангелы вот но вот про грубевшую вот это вот плоть антоний говорит так что такое тело настоящий человек тот кто понял что такое тело а именно что она тленно и маловременно такой и душу понимает как следует а именно что она божественна и бессмертна и будучи в дуновением бога соединена с телом для испытания и восхождения к бога подобию понявший же душу живет право и богоугодно не доверяя и не поблажая телу созерцая бога умом своим он зрит и вечные блага даруемые богом душе давайте сразу 126 таково божье определение что по мере возрастания тела и душа исполнялась умом дабы человек из добра и зла избирал угодно и ему то есть добро душа же не избирающая добра не имеет ума потому хотя хотя все тела и имеет душу но невозможно сказать что всякая душа имеет ум иисус прямо в безумные без ума до творящий зло до безумцы всех кто творил зло иисус так называл безумцев кстати опять аргумент того ну или в пользу антоник правду он говорит истинной или недав嗯 calls называл безумными людьми людьми тех кто творит зло боголюбивый ум бывает и целомудр real im и преподобным правед же чистых и благих милостивых и благодетели боголюбивый ум бывает у целомудренных преподобных праведных чистых и благих милостивых и благочестивых на самом деле антоний хоть и перечисляет это как и добродетеля человека и красота его души но это все в одном человеке должно совмещаться поэтому здесь просто слово праведность как отдельное свойство по сути мы знаем что праведным или святым преподобным и назван тот кто уже достиг совершенства до присутствие ума помогает человеку его отношениях с богом вот это вот мысль который антони высказывает ее можно вы знаете вот тут просто казалось бы такие короткие наставления да мы конечно с вами как я вот говорю берем по несколько даже да не полинясь разгруппировав их но и конечно же у меня будет следующий роли хотя назвал я его я его еще не знаю как назвал и просто значки уже сделал так вот он будет выглядеть последующий после этого борьба со страстями назван но у него будет вернее от название уже тоже есть предварительный как всегда побеждающий плоские страсти венчается нетлением да там будет о борьбе но и там конечно такой может быть опять будет нет мы снова я все-таки в этом ролике хоть нас и путь богоподобию называется но в принципе все уместно да и вы помните эту иллюстрацию вам сюда показываю антони что говорит что-то кто 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 понял тело что она смертное маловременно тут правильно все понял и это и и она дано ему для испытания и восхождения к богоподобию и вы помните вот эту картинку все показывают знаете кто то я это в следующем ролике опять скажу ну пусть его это мало ли кто на него попадет да я это где тоже даже почерпнула тогда и кто то есть такая мысль там у ортодоксальных святых что как бы допомнить даже ли антони можете в творении я хотел и так может не прям уж все могу помнить да там его словах в письмах мне там много тоже достаточно ему приписываем до искали говорилось что как бы в любом случае человек даже если бы она то есть как бы не пал да бог все равно не оставил бы в раю такая мысль была на тогда меня знаете когда читал вот я говорю надеюсь вы также слушайте меня читал какие-то вещи ну заранее ты не знаешь умные или безумные но раз читал то читал да я конечно внимательно себя вчитывал старался понять и вот хоп какая-то мысль я прям задумываюсь уже такое прочитал или услышал или от кого-то в пропаде в тексте неважно вот как ты не оставил бы в раю а почему вот ну конечно там немножко детским языком я помню как всегда написан детским вот им для людей невысоких им надо объяснять что дедушку бог ты не дедушка на небесах до оставил там не оставил дело не в этом на самом деле это детский язык а взрослый язык опознавших истину что человек конечно равно бы пал мы познав действительно как говорят добро познается только на фоне зла да это действительно так и чтобы понять что у тебя есть свобода и добровольно избрать добро да ты все равно и попробуешь вкусить зла это факт да и поэтому на самом деле мы все согрешались греши неважно все бы мы в раю там были или нет изначально да мы вы все согрешили поэтому винить там адама с евой любой человек посмотрите как развивается ребенок человеческий детеныш ребенок да вот он именно точно так же он точно так же развивается и в отношениях с человеком с родителями капризничает до провоцирует там наседает если он дальше понять он перестает нет он так и дальше пойдет то есть он экспериментирует он не знает что будет дальше порой даже и вещь которые он сам не осознаю что прям зло или добро да вот ну и потом по поводу зла но вот это вот мысль все равно действительно я уже не раз и говорил что действительно из рая да мы могли вырасти только вот ну до какой-нибудь степени так назовем небесного царства на самом деле ну просто вырасти в раю мы могли бы вот так вот проще даже вот так вот было бы правильно нарисовать даже да не так как я нарисовал это даже неправильно нарисовано я надо даже жалел что такую картинку сделать что я сделал все-таки не линию рай такая как атом да то есть такая бесконечная линия которая просто разделяет видим и невидим мир также и царство небесное и ада ну вы знаете в католист есть учение о чистилище дело не во всех этих чистилищах какая разница план чистилище можно к верху тогда отнести план чистилище к нижнему можно разделить на двуполярность бытия да это не суть важно но действительно вот это вот сейчас я так вот сделаю вот действительно правильно было бы все-таки нарисовать что вот в раю мы могли бы вырасти максимум вот так вот в течение своей даже вечной жизни тоже мы могли творить только любовь какую обычно там и так все могли там никто ни в чем не нуждался не в одежде не в еде не 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 в крыше над головой ни в каких нуждах человек все каждое дерево доступно тебе в рай любой наслаждение любое удовольствие от пользуешься ты бессмертен ты вечен ты не болеешь тебя не вредит ни природа не растительный не животный мир никакой и вот если вы люди не вредили друг другу все вот он рай то в нем бы мы возрастали в любви потому что одно дело самому потреблять удовольствие другое дело кому-то туда удовольствие доставлять дело его счастливым разделять даже с кем-то просто удовольствие дошли каждый со своей миской пришел к грц рядышком сели люди уже друг другу дарят любовь и радость потому что вместе и поесть веселей да можно одному вена бокальчик выпить а можно вместе каждый по бокальчику выпьет да вот мы можем побеседовать поговорить если это там интимная близость люди могут погладить друг друга и так далее да вот то есть получать удовольствие но в раю бы мы могли вырасти только просто до планки так скажем такой безжертвенной любви просто любят друг другу доставляя радость радость через удовольствие и так далее и только благодаря тому что мы на дно ада спустились каждый из нас на самом деле в своих всех перевоплощениях безусловно мы были еще теми грешниками и скорее всего были до папа хлеще сатаны вот во всю историю своей человеческой жизни от первых песен и действительно то благодаря этому то что мы сами спустились на это дно потом из этого дна решили подняться до отрехшись от зла и вернуться в рай вот точнее вот на эту вот хотя бы ступеньку сюда сюда вскарабкаться обратно в рай забраться в потерянный рай но таких же людей много как мы которые с рая падали да потом эти люди продолжают творить нам зло да и мы через это восходим куда в небесное царство и любви иисуса христа через что через жертвенную любовь когда мы врагу не отвечаем даже не то что злом на злом на зло а еще и на зло им отвечаем любовью и таким образом его отсюда до за собой вытягиваем то что он потом ты туда достиг а он то здесь был глядя на то как ты поступил он начинает поступать также а следующий с ним это творит и так мы каждый друг за другом по цепочке туда восходим вот какая мысль здесь я бы не не раз говорил в таком коротком хотя здесь у антони казалось практически несколько предложений все наставлений порой какой-то конкретной мысли папа они по посвящены да что в принципе тут в общем тут в общем если и в одном этом общем из какая что человек понявшие что ты вот должен по познавший истину что живя в правде в любви доброте ты сам становишься что как каким-то становишься богом сам испытываешь благо созерцая бога умом своим а бог кто есть любовь созерцая любовь умом своим до человек зрит и вечный благо то есть и ощущает вечный благо тут так антония можно перевести да то есть когда ты познал любовь себе ее раскрыл она в принципе в нас изначально мы есть отворены до изначально бог есть любовь источник всего живого всего что и не живого всего в мире каждой молекулы поняв это мы созерцаем эту любовь от этой любви испытываем вечное счастье вот но вот у него есть такая мысль и вот путь богоподобие конечно же через любовь через доброту потому что бог есть любовь и именно через жертвенную любовь вот эту мы вот мы именно восходим в небесное царство любви жертвенный до таково божье определение что память и вот это помните в сороковом наставлении мы с вами читали там конечно было у меня больше но в принципе нельзя мы ролики разделили ну и так получилось точнее да вот сороковое наставление конечно больше упор я делал вы помните просто там тоже там вот как я сейчас поговорил об этом жертвенном пути восхождение то там конечно же основная эта мысль была я хотел показать что вы помните про как тот ролик почему не цветы и да потому что нет желающих а за ней нету и даже желающих если есть у них силы воли нету до ревности нету вот там была эта мысль мы затронули вообще путь бога пара как всегда путь 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 богу познаний связаться конечно же через любовь и у людей нет желания просто любить а если появляется они к этому не предлагают не хотят не могут как они говорят никаких усилий да вот и сегодня мы хоть с вами такую тоже важную тему подняли и они тоже говорю всегда это очень важно пути жертвенной любви но и основная да что это я тогда вспоминался россии саровского почему помните вспоминала устно не найдя уже этих ссылок точных текстов и кстати когда я прочитал 126 что тоже по запамятовал конечно же это вот то о чем я вам говорил только действительно как я вам в том ролике говорил серафим саровский очень хорошо знал добротолюбие это из его жития понятно добротолюбие то где там первое это сборник где 1 антоний великий первый то весь посвящен антони великую из всего пяти томе добротолюбие уж действительно антоний считается таким основателем монашества да и его духовным ученик учителем до гуру предводителем несмотря на то что бог у нас иисус христос но действительно антоний такое место занимает в ортодоксальном предании так называемом особенно монашеском вот и и и и и монахи все конечно зачитывались ну кто-то себе в горе кто-то в радость действительно кто-то и не туда все это применял тем более там много чего их и хорошего и плохого да как и кого куда тянуло вот и действительно то что я вам сейчас уже прочитал еще раз прочитает все то же самое что просто раз пересказывал единственно серафим саровский я вам пересказал как а я это дословно практически помню рассказывал уже не раз что у меня многие эти вещи запечатлелись потому что я их и сам себе я их и выписываю это да ну там в электронном виде или бумажном еще это чуть ли не от компьютера отрекался был у меня все такое вот действительно я просто в уме она записалась тем более когда вот у них подобные вещи я видел что они друг друг повторяет в хорошем смысле хорошие вещи повторяет нет в памяти оседала я вам точно знаю я просто не могу сказать где это по-моему расширена житие серафима саровского по-моему там это да я встречал и даже в этот раз я попытался через яндекс найти ну чё-то как-то не нашел вот нашел статьи ну как-то без точных ссылок вот помните в его расширенном житие я учитал не в бумажном варианте а тоже в электронном там просто до такой билиберды потом доходил там видимо весь бред бабушек который там была книжка кто знает в серофе в диевеевском это монастыре там есть как бы куда можно было записывать там после его смерти стали такое записывать что он там такое дело это такое делу вот кому не лень был писали сначала все это отвергали как бы не стали злоупотреблять но потом решили все это придать памяти ничего хорошего что из этого не вышло там уже серафим представилась каким-то полупсихова психованным таким колдуном старичком я так бы сказал да ну православный ты очень верит в эту всю магию конечно там да вот так вот и помните как я сказал давайте еще раз антони прочтем может кто-то невнимательно слушался то что читает таково божье определение чтоб по мере возрастания тела и душа исполнялась умом ну или душа взрослела ну и умнела да ну антони вы знаете это слово добротой то есть она должна исполняться умом умнела ну то есть исполняться добром дабы человек из добра и зла избирал угодно ему то есть добро душа даже не избирающая добра не имеет ума ну это по первым пункт уже миллион раз я да вы знаете все говорю так вот это вот выражение который я вам приводил по серафиму саровского но такое было вопросительной как бы форме да ему что-то задали он горит ведь если бы горит вот жалко что у нас все 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 год неправильно как ты если бы вот человек по мере возрастания тела возрастал бы умом то у нас было бы много святых да вот и жаль что люди возрастая по телу не возрастают умом вот так со скорбями ну по сути он выясняется просто цитировал сто двадцать шестое наставление антони ну вот так же свободной форме в этом удивительно ничего нету кто посмотрит мое видео от начала для кого только не цитировал и далеко не всегда я мягко скажем далеко не всегда тоже я когда все время понял что истина никому не принадлежит ты не и все эти ссылки необязательны и вы знаете человек познавшести но он не трясется над своими авторскими правами там на той мыслью которую он высказал у меня все ролики на ю тубе с лицензии creative commons так называемой от ю туба то есть с разрешением повторного использования видео в любом вообще варианте там хоть под рекламу хоть как там когда и плюс публично я даю разрешение хочу с моими видео делать хотите в хорошем смысле нарезайте используйте хотите там гнобить это ваше дело я вот свое и произвожу а уж кто там чуду дальше делать да я там никому ничего я если увижу где-то конечно меня же такое было не потом просто скидывали как меня там вырезали ведь еретика выставляли я просто ответ давал под роликом почему-то удаляли же писала вот ссылка на канал еретика где не кусочек вот это вот целиком видео и потом почему-то это видео пропадало с того канала решили что да потому что черный да и потому что вырезали даже пытались вырезать у меня мне не даже за то что они там вырезали я считаю что там все это живых не понять просто ересь вот я понимаю что ли просто истину услышит а кто ее услышит то ты да то 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 ты при примет и если захочет вот так вот поэтому здесь вот действительно вот так вот и действительно приходится скорбеть что жалко что у нас это знаете это в жизни и реально я давно тоже увидел человеку может быть 70 лет 80 лет но ума тут у подумал конечно подразумевается не то что он там два плюс два он может быть гением он может быть супер там профессором а вот вот этих вот ума в плане познания истины это раз но истина есть любовь но хотя бы теория вот что подумал прозумеваешь ну хотя бы теорию знает ладно уж там старый немощный не может не хочет хотя бы в теорию умом но действительно потом разгон понимает что это тоже невозможно быть теоретически умным якобы там моя за любовь да на делах быть абсолютным злодеем нет человек ну как мысль так и живет в основном не как живет так и мысли ты тут как бы такой замкнутый круг да вот и действительно видишь да и уже с сединой папа покрылся все в голове там девочки мотоциклы до эгоизм полный такой до какой жертвенной любви что там выступить за правду чтобы там проповедовать чтобы самому знать уметь ответить в 70 лет на любой вопрос любому ребенку средних лет человек или твоим ровесникам бабулькам дедулькам нет не доросся у него все в голове вот бытовуха весь зарос до чем-то не то что семья дети окуньте игрушки там все машины мотоциклы парашюты ну что такое ну это все знаете смотрится я все рассказывал когда я по клубам кто знает сам занимался этим клубным бизнесом да кафеин и ресторанным вот и все это смотрелось знаете когда вот люди уже взрослые там богатые понятного там понапялят на свои простите обрюзшие задницы уже эти кожаные штаны и он там весь в кошке да весь такой тусовочный на все это смотрится вы знаете просто не к лицу вот действительно без всякого дела не в осуждении а дело он сам не достиг сам не достиг он думает крутой но в глазах чего мира ну может он там веселый молодой такой но в глазах истин в том плане и саму стопроцентно не счастлив потому что ну человек ищет радость в собирании кубиков но это смешно да но опять это все как будто я внешне знаете так осуждаю по такому какому-то консерватизму да дело не в этом это внутренне это это естественно просто а вот это неестественно да если ребенок может простить палец себе в нос засунуть и потом в рот эти козявки есть но взрослых этого не будет зачем ему это делать ребенок есть спокойной козявки вот это такой уровень я с этим как бы сравниваю вот мы все чем-то занимаемся знаете я земледелец и может тоже назвать что ковырянием да ну это все ради пищи на самом деле вот ну какой понятно радости растет тоже созерцаешь ну прежде всего конечно еда кстати ничего тут такого даже высокого ты прежде всего себе просто хитву выращиваешь да кто кто там на своей земле живет растит все это да это тоже прям просто так не нравится хобби нет прежде всего действительно это просто полезность приятном совмещении вот и все поэтому это не детские шалости ребенок может играться может оставить все по тени играться а ты на земле трудишься хочешь ты не хочешь погода непогода устал не устал время пришло сеешь время пришло ухаживаешь время пришло собираешь так что тут нельзя назвать до каким-то детскими играми вот так вот сравнивать а вот это все это без лишней необходимости конечно да там все эти вещи вот так вот поэтому конечно же да это вот тоже такая тоже тема принципе прошлого ролика но вот еще раз с вами и так скажем повторили до вспомнив ну и закончить все таки у нас все таки ролик с вами называется путь восхождения к богу да и давайте еще раз сто двадцать шестое вторую половинку прочтем второй потому хотя все тела имеет душу но невозможно сказать что всякая душа имеет ум то есть человек то есть до тела в тело есть душа то есть человек внутренний но если ум если бог если доброта есть любовь антония великого по первому пункту как это говорится кто кому интересно кто его не знает прочитайте антони можно почти в каждом наставлении просто ссылаться на пульт пункт пункт где он дал четкое определение что умный человек а значит добрый человек любвеобильный человек потому хотя все тела имеют душу но невозможно сказать что всякая душа имеет ум боголюбивый ум бывает и цела у целомудренных преподобных праведных чистых и благих милостивых и благочестивых присутствие ума помогает человеку в его отношениях с богом тут антонию по-разному все это выражается помогает человеку быть в отношении с богом на самом деле я убежден что антони великий хотел сказать просто в другой форме в какой-то сказал муж там какие-то мы не знаем кто его слушал кто записывал на каком уровне когда собирались все эти наставления если сидели недалекие еще люди до царства небесного с ними говорится по детским языком что да с богом соединиться да бог на небесах на самом деле уж антони великий мы с вами знаем когда в контексте его жизни его других наставлений его писем кто зачитал все это со мной или сам все эти наставления конечно же антони великий прекрасно понимает что пребывающий в любви не вере во христа по протестантски не в крокодилях слезах перед попиком под полотенчиком что он грешный грешно супер грешные дата и якобы раскаивается на самом деле ни капельки не рассказал что выходит и дальше продолжает грешить даже в том в чем якобы каялся вот не пребывающий в любви ко всему божьему творению пребывает в боге и бог в нем ибо бог и есть любовь вот и все поэтому путь восхождения к богу да путь бог бога познания он один это доброта и любовь как хотите от синонимичные слова и святость совершенство все одно об одном и том же обоженность богоподобие образоподобие бога иисус христос все читайте всегда как одно слово один смысл несмотря на то что мы столько слов придумали их разделили суть об одном ну так вот поэтому путь один а уж тем более познание абсолюта совершенства бога это путь жертвенной любви тогда мы восходим на самый 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 с вами пик как я вам уже показывал вот так вот поэтому не было бы злодеев мы бы не узнать что такое жертвенная любовь когда мы действительно способны к врагу врага как у достоевского помните в инквизиторе поцеловать своего своего палача вот так вот такой вот видео а Продолжение следует...